В Речицком районе обмерковывали шляхи взаимодействия сельских советов и размещенных на их территории организаций по развитию населенных пунктов. Областный семинар прошел в рамках реализации проекта «Веска будущего». С остановшими прикладами ознайомился Олег Синсеров. «Вески будущего называют агрогородками-2. В дорожне от сучасных агрогородков у них будет предудержен комплекс додатковых послуг, начиная от наявности гандилового центра до велодорожек, спортивных плясовок и навык ландшафтных посадок. Хоть кончатковое решение об этом, как будет выглядеть конкретная «Веска будущего» повинны примать местовые влады». Агрогородок Холмич «Веской будущего» сегодня никто не называет, а лег это явно той ориентир, до якого треба имкнуться. У Вогули в «Веска» выдавался после Чернобыльской катастрофы для пересаденцев. И уже тогда тут предуглеживалась поширенная инфраструктура, починающая от створения центра культуры и раместов, який за минулый час сау-центром по выучению и захованию старожитных народных традиций. Зараз то-то дородили выруб садок и обеорехов, якими белорусы красались еще тысячи годов тому. Причем разом с профессийными мастерами до справа притягнули местобую молодь. У первой червы на молодых людей различная и Холмичская дитячая юнарская спортивная школа. Каждый день на школьных автобусах в новокольных вёсах сюда привозить больше 100 наученцев. Тоя, что в свой час не поспели зарубить будовники, с уместными намаганиями завершили сельский совет и сельскохозяйственное предприятие агрокомбинат Холмич. Когда строился поселок, был построен и детский сад. Проектом было предусмотрено и бассейн в садике. Но длительного времени работал, выделили финансовые средства, значит, закупили фильтра, произвели ремонт в бассейне. Ну и на сегодня он функционирует раз в неделю. Мы наполняем его. И детишки наши купаются, обучили специалиста с числа воспитателей, которые могут заниматься этими вопросами. И дети занимаются в бассейне. При этом супрацовнество сельского совета, размещенных на его территории организаций и сельскохозяйственного предприятия, взаимное, когда подчас уборки урожаю агрокомбинату потребна допомога, я ей оказываю все без выключения. Хоть это не значит, что все резервы выкраснены. По особенности их пошуку и был присвечен семинар образного совета депутатов у якости одного пропонуемых вариантов притягнения до работ по развитию населенных пунктов молодых людей. Причин не только у якости додатковых процовных рук. В Светлогорском районе летов в районном совете створили молодежный парламент. Сирот пеших к проекту, деталевый анализ санопятной воды во всех населенных пунктах с дальнейшей вопросовкой рекомендаций, якея депутаты разъедет разом со специалистами. Изучить проблему питьевой воды в нашем Светлогорском районе и предложить, как они видят, какой может быть выход с этой ситуации. Именно как молодежь. Поэтому молодежь надо вовлекать. Помимо того, что, конечно, мудрость, опыт, знания – это хорошо, но чтобы идти в ногу со временем, надо видеть молодежь, надо слышать молодежь, надо говорить с молодежью и вовлекать их в полезную деятельность. Олег Чинтеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Раджевский район.